Московский областной государственный театр и русский балет существует более 30 лет. Труппы много гастролируют за рубежом и по праву носят титул лучшего театра Европы. Что касается гастролей по России, приезжать летом в Сочи для театра уже стало доброй традицией. Вся наша работа, все наши команды направлены на то, чтобы в зимнем театре, не имеющем собственной труппы, это системный календарь событий, и с тем, чтобы к нам наши друзья хотели вернуться. Это основная наша задача. И если театр и гастролеры к нам возвращаются, значит нам это удается. Труппа русского балета насчитывает более 100 человек, но в Сочи всегда приезжают только лучшие танцоры. В этом году большинство главных ролей в постановках исполняют молодые солисты Анна Щербакова и Дмитрий Катеримин. Для которого, к слову, посещение Сочи – самое яркое воспоминание детства. Такая неожиданность для моей мамы, она очень запросилась, даже немножко плакала, что у меня получилось. Потому что с того времени она уже едет на гастроли, в театр. Я бы в Сочи, это просто, не знаю, что-то с детства не сказано, а сейчас, когда я выступаю здесь, это просто вообще-то прощение. Сочи – первый российский город, кроме Москвы, где театр и русский балет представят постановку по мотивам старинной китайской легенды «Девушка и дракон». Костюмы шились китайскими мастерами в Китае, очень красивые, просто волшебные, честно говоря. И вот этот балет был поставлен сначала для Китая, первые гастроли у нас были в Китае целый месяц, а потом уже мы начали показать его в Россию, приглашая китайских друзей, китайские делегации и правительства. Впрочем, это не единственная премьера, которую увидят зрители на сцене Зимнего театра. Сочинцам и гостям курорта представят балет по роману Роберта Элли «Последняя танго». Гастроли театра «Русский балет» в Сочи продлятся до 29 июля. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.